Играет музыка Если мы вспомним оценки, которые давались в 2022 году, нам все прогнозировали большое падение. Всемирный банк 11,2%, наше ведомство Минэкономики, Центробанк, на институтах где-то в среднем около 8-10%. По факту падение было 1,2% вместо 11,2%. Но когда такие порядковые непопадания, то что такое? Или в прошлый год все прогнозировали падение, все без исключения, консенсус прогноз. Вместо этого самая растущая экономика Европы, это экономика нашей страны, в условиях 16 тысяч санкций. За этими непопаданиями абсолютная неадекватность даже наиболее простых прогностических моделей, которые как симптоматика отражают вообще неадекватность той экономической политики, которая у нас имеет место. Но это же важный вывод, и надо наконец-то формулировать, применять адекватные модели условиям той экономической войны, которая развязана Западом против нашей страны, условиям глобальной трансформации и построения принципиально новой экономической системы. И я очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор именно такой дискурс задаст итогом нашего форума и станут такого рода доктринальные предложения с адекватными моделями целевого развития нашей экономики. И здесь, прежде всего, нам, в результате решающее значение имеет вопрос государственного планирования. И, наконец-то, исполнение федерального закона о стратегическом планировании, исполнение указа президента об основах государственной политики в сфере стратегического планирования. Имея в виду, что когда мы практически смотрим на те узкие места, те проблемы, тот нераскрытый потенциал, то становится понятно. Невыполнение государством своей организующей роли в экономике приводит к тому, что экономика не раскрывает свой потенциал. Очевидная вещь. Бам и Трансси. Когда должны были закончены, например, закончена реконструкция этой магистральной инфраструктуры, но все сроки сорваны, неоднократно перенесены. А с чем это связано? Кто эту работу не выполняет? Или когда мы говорим о других инфраструктурных проектах или высокотехнологичном развитии нашей экономики? Так интересно, у нас был указ президента от 2016 года о стратегии научно-технологического развития. Очень четкий, ясный, структурированный, чрезвычайно полезный и со временем все более становившийся актуальным. Когда наступил 2014 год, потом 2022 с этими санкциями, смотрим указ 2016 года, все, что там было написано, просто надо было сделать, так его не исполнили. Прежде всего, в центральной части, в части комплексных научно-технологических проектов, которые в соответствии с приоритетами, установленными указом, должны были обеспечить прорывное развитие России по ключевым направлениям технологического развития. Какие-то там три проекта были приняты для галочки, совершенно не того масштаба, который требует указа. Так его не исполнили, сейчас приняли новый месяц назад. Это как так происходит? А мы теперь этот тоже не исполнили, а потом еще один примен. А почему, когда стилем работы ведомств, моделью организационной работы ведомств является, как правило, распределение субсидий либо регионом, либо хозяйствующим субъектом, а потом умывание рук и отчетность о своей деятельности тем, как кассовое исполнение этих субсидий реализовано, а не цели развития достигнут. Вы как комплексный научно-технологический проект прорывного развития путем раздачи субсидий регионам реализуете? Это невозможно. Это невозможно в принципе. Так это важная констатация. Нам качество менеджмента в системе госуправления просто на принципиально другой уровень нужно выводить. А когда мы обращаемся к истории вопросов, когда мы видим, как индустриализация в нашей стране проводилась, как после войны, уже к четвертому кварталу 47-го года уровень промышленного производства на довоенный уровень выше. Радиоэлектронные, космические, атомные отрасли были созданы. Но это качество планирования. Но только делалось это все на рифмометрах, без цифровых технологий, искусственного интеллекта и больших данных. У нас все эти сегодня возможности есть, а надлежащее качество работы не выполняется. Вы представляете колоссальную пущенную выгоду нашей страны. Как и вопрос денежно-кредитной политики. Мы получили по итогам прошлого года рост инвестиций в нашу экономику 9,8%. Почти 10%. Хорошие данные. Но в структуре источников финансирования, что мы видим? 56% это собственные средства предприятий, а кредиты только 9%. Какая-то перевернутая ситуация по сравнению с экономиками завтра. И удивительно, как мы почти на 10% роста инвестиций вышли, когда фактически у нас нет кредитной политики. Нет приоритета развития дешевого, длинного проектного финансирования. Финансирование инфраструктуры, строительство новых заводов, освоение новых технологий, масштабного импортозамещения. Но это же очевидный стоп-фактор, который не дает нашему потенциалу реализоваться. Мы выросли на 3,6%, а регулятор, который по идее должен формулировать кредитную политику, реализовывать ее, говорит о каком-то перегреве. Какой же перегрев, друзья мои? Мы только на ноги стали вставать. Я хочу напомнить очень точную оценку нашего отечественного экономиста, вдающегося, якобы Паппе. Если мы хотим действительно говорить о значимом экономическом росте, который трансформируется в социальное благополучие, и ощутим людьми. Это с 5% он только начинается, 5% и более. Так у нас он просто ниже 5% и не должен быть, и не может быть. Но только это другие подходы, другие модели и другие методы практической реализации экономической политики, бурного роста нашей суверенной экономики. А в том, что это возможно, никаких сомнений нет. Никаких. И то, что мы видим даже по итогам прошлого года, это практическое свидетельство, когда, к сожалению, пока не целостно, пока не последовательно, пусть фрагментарно и точечно, но вырываться мы, начиная из старых догмы, стереотипов доктринальных, начинают получаться результаты неожиданные для всех, для всего мира. И в нашей истории так часто было. И до войны, и после войны Запад не мог понять, что же мы так развиваемся. На самом деле, все мы можем делать, и очень надеюсь, что наши сегодняшние дискуссии, наши сегодняшние разговоры именно этому будут способствовать. А череду это действительно, Ксения Анатольевич, можно продолжить. И в налогах, и в тарифах, и в пространственном развитии, и в отраслевой политике, куда ни коснись, ну вот такого рода, вы их назвали парадоксами, мягкое слово. На мой взгляд, это просто управленческое несоответствие.